Девушки отдыхают Его пришествия и кончины века Сегодня мы рассмотрим тему «Израиль. Божьи пророческие часы». Как бы странно это ни звучало, но у Бога есть часы. Пророчество, которое мы начнем изучать сегодня, имеет конкретную дату. Большинство пророчеств не привязаны к дате, а это привязано. Как только исполнится пророчество о подтверждении Завета, так сразу мы узнаем, что до Армагеддонской битвы и Второго пришествия Христа осталось ровно семь лет. Именно этим и удивительно то важное пророчество, которое мы начнем изучать сегодня. Без правильного понимания этого пророчества мы не сможем ориентироваться в Божьем времени и не сможем адекватно оценивать то, что происходит сейчас. На прошлом занятии мы познакомились с историей Израиля и узнали, почему израильская земля называется землей обетованной. Мы познакомились также с Авраамом, родоначальником израильской нации, и узнали об установленных Богом границах земли обетованной. Мы увидели, какую важную роль Бог отвел храмовой горе, или горе Мария, на которой Он поместил свое имя. Мы узнали о сооружении первого храма, о его разрушении в 586 году до Рождества Христова и о последующей 70-летней ссылке евреев. Мы также узнали о строительстве второго храма, о его уничтожении в 70-м году нашей эры и о втором многовековом рассеянии евреев. Мы выяснили, что в соответствии с библейским пророчеством Израиль снова ожил. Это случилось 14 мая 1948 года, и что в результате шестидневной войны в 1967 году Израиль снова завладел храмовой горой. На этом занятии я хотел бы уделить немного внимания этой шестидневной войне. Это было что-то из рода фантастики. За шесть коротких дней Израиль разгромил всех своих врагов. Вот итоги войны. У Египта Израиль отнял Синайский полуостров, а у Сирии — Голландские высоты. Под контроль Израиля перешли западный берег реки Иордан, библейские земли Иудеи и Самарии, и весь город Иерусалим. Все эти территории были частью обозначенной в Библии земли обетованной. Завершающим достижением был захват Иерусалима, и в частности, храмовой горы, над которой, по словам 37 ветхозаветных отрывков, наречено Божье имя. Именно на этой горе Авраам занес нож над Исааком, и именно эту гору, по Божьему повелению, выкупил Давид. В свое время на этой горе стоял первый храм, а потом и второй. Библия обещает, что в будущем на ней будет возвышаться и третий храм. При виде израильских десантников, которые взобрались на вершину храмовой горы, арабы дали дёру. У меня есть личный друг, который участвовал в захвате горы. Его зовут Гершен Соломон. Он служил в израильских защитных силах и участвовал в бою за гору. Он рассказал мне следующее. Несколько коротких автоматных очередей, и арабы побежали. В мгновение ока над горой повисла мертвая тишина. Солдаты, которые еще минуту назад беспощадно стреляли по противникам, теперь стояли и плакали. Мы все плакали, как дети. Мы стояли на святом месте, где раньше возвышались храмы, на месте, на котором Бог начертал свое имя. Многие из нас поняли, что это был день искупления. Он сказал, «Самое удивительное, что плакали не только те солдаты, которые верили в Бога и Библию, но и те, которые выросли в кибуцах и были воспитаны в духе марксизма и атеизма». Этим людям с детства внушалось, что Библия — это миф, и что Бога нет. А они стояли и плакали. Я спросил у некоторых из них, «Почему вы плачете? Ведь это место для вас ничего не значит». А они ответили, «Мы не знаем, почему мы плачем. Слезы сами текут из наших глаз. Мы ощущаем что-то весьма необычное». Это был удивительный день в истории Израиля, потому что в тот день исполнилось одно из Божьих обещаний. Мир с изумлением наблюдал за этой блестящей победой. И когда по всем уголкам земли разнеслись слова израильского командира «Харамовая гора в наших руках», даже царям и президентам стало ясно, что это библейское событие огромной величины. В тот вечер произошло еще нечто замечательное, о чем просто невозможно не упомянуть. Шломо Горен в то время занимал должность главного военного раввина. Захват Храмовой горы произошел у него на глазах. Бригадным генералом был Узи Наркиз. Равин Горен повернулся к генералу Узи и сказал, «Сейчас самое время. Возьмите динамит, взорвите здание купола скалы. Взорвите мечеть Аль-Акса и очистите это святое место от языческих храмов». Генерал Узи не хотел слушать раввина, но Шломо Горен не сдавался. «Если ты это сделаешь, тебя никогда не забудут. Это момент искупления». На что генерал Узи ответил, «Если вы не прекратите, я вынужден буду арестовать вас». Равин Горен опустил голову и тихо ушел. Это была упущенная возможность. Многие люди считают, что если бы Израиль убрал памятник, купол скалы и мечеть Алякса и немедленно приступил к строительству храма, Мессия пришел бы прямо тогда. Однако Израиль в очередной раз проявил неповиновение Богу. Вместо того, чтобы разрушить языческие святилища, Израиль передал власть над всей территорией храмовой горы Исламскому совету. Почему так? Во-первых, они боялись, что уничтожение мусульманских святынь рассердит мировое сообщество. Во-вторых, и это более важная причина, так как правительство Израиля было светским, оно не хотело спровоцировать религиозное возрождение, которое вернуло бы Израиль к библейской модели, а их оставило бы без власти. В конечном итоге, храмовую гору передали под контроль мусульман. Евреи не выполнили Божьего приказа, не очистили земли обетованной. Вместо этого, они решили сосуществовать со своими врагами. А вот что Израиль должен был сделать на основании Библии. Число, глава 33, начиная с 50 стиха. Здесь Бог обращается к Моисею. «И сказал Господь Моисею на равнинах Моавицких у Иордана против Иерихона, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, то прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите, и все высоты их разорите». Купол Скалы и Мечеть Алякса – это мусульманские высоты, о которых Бог ясно сказал, «Уничтожьте их до основания, и возьмите во владение землю и поселитесь на ней, ибо Я даю вам землю сию во владение, и разделите землю по жребию, на уделы племенам вашим. Многочисленному дайте удел более, а малочисленному дайте удел менее. Кому где выйдет жребий, там ему и будет удел. По коленам отцов ваших возьмите себе уделы. Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут колючками для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить». Итак, что произошло? Вместо того, чтобы исполнить Божью волю, израильское руководство побоялось людей и сделало то, что ему хотелось. А через шесть лет враги решили отобрать у Израиля захваченное в ходе шестидневной войны территории. В 1973 году, на праздник Йом-Кипур, День Искупления, самый святой день в Израиле, который большинство израильтян проводят в посте, арабские армии обрушили на Израиль внезапную атаку. Неожиданный удар принес свой результат, и поначалу казалось, что Израиль сломается. В то время Мошедаян, министр обороны Израиля, сказал премьер-министру Голде Мейер, «Голда, я боюсь за судьбу третьего храма». Интересно, что Йом-Кипур переводится как «судный день». В этот день евреи проверяют себя, каются, постятся и просят у Бога прощения за свои грехи. Они считают, что если человек откажется от примирения и покаяния, то Бог произведет над ним суд. Получается, что на праздник Йом-Кипур суд Божий излился на евреев, и их государство оказалось на грани уничтожения. Октябрьская война, или война судного дня, стала Божьим судом за то, что евреи не послушались Бога и передали храмовую гору палестинцам. Вместо благословений они получили проклятие. Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. Известно ли вам, что слово «палестинцы» — это современная версия слова «филистимляне»? Можете себе представить, что в библейские времена евреи сначала победили филистимлян, а потом сказали им, «Возвращайтесь, живите с нами и управляйте храмовой горой». Это невообразимо. Но именно так поступил Израиль в 1967 году, чем сильно прогневал Бога. Суд Божий излился на Израиль в судный день, Йом-Кипур. Со временем Израиль сел за стол переговоров вместе с арабскими соседями, хотя Бог ясно сказал, «Не заключай с ними никаких соглашений и не позволяй им находиться в твоей земле». Израиль же игнорировал Бога и поступал так, как ему хотелось. В результате, в 1979 году, в Кемп-Дэвиде, США, американский президент Джимми Картер сформулировал Израильско-Египетский мирный договор. Это мирное соглашение было подписано президентом Израиля и президентом Египта Анваром Саддатом. Это был первый мирный договор между Израилем и арабским государством. В результате, Израиль вернул Египту Синайский полуостров, хотя Библия ясно указывает на то, что он принадлежит земле обетованной. К сожалению, Израиль руководствовался не Божьим словом, а своим разумом и желаниями. Позже, в 1993 году, на лужайке Белого дома было подписано соглашение Восла. Ясер Арафат и Ицхак Рабин в присутствии президента Клинтона пожали тогда друг другу руки. Подписание этого договора предусматривало образование палестинского государства и вывод израильских войск из некоторых частей земли обетованной. Как вы думаете, Бог следил за событиями того дня? Наблюдал ли Он за рукопожатием Израиля и Египта? Наблюдал, и еще как. В следующем году к мирному паровозику подцепили еще один вагончик Израильско-Иорданский мирный договор. Это было в 1994 году. Подписание этого договора не прошло без последствий. Ицхака Рабина расхваливал весь мир, но не Бог. В ноябре 1995 года Ицхак Рабин был убит ультраправым экстремистом Иголем Амиром, который верил, что человек, который раздает землю обетованную, заслуживает смерти. Шло время, и в 2000 году президент Билл Клинтон предпринял очередную попытку снять напряжение на Ближнем Востоке. Когда Клинтон был молодым человеком, его пастор сказал ему, «Если ты когда-нибудь станешь президентом, всегда будь на стороне Израиля». Билл Клинтон пообещал, что он так и сделает, но, по-видимому, он не до конца понял наставление пастора, потому что в дальнейшем он стремился не к сохранению целостности земли Израиля, а к компромиссу любой ценой. В 2000 году на протяжении 14 дней Клинтон, премьер-министр Израиля Эхуд Барак и президент Палестинской национальной администрации Ясир Арафат старались достичь мирной договоренности. Как Клинтон не старался, ничего у него не получилось. Когда на повестку дня вынесли вопрос о храмовой горе, Арафат сказал, «Извините, но это наша третья святыня. Мы не можем от нее отказаться. Мы поклоняемся на этой горе». Эхуд Барак ответил, «В вашем полном распоряжении находятся первые две святыни, Мекка и Медина, а у нас, евреев, нет ни одной святыни». На что Арафат сказал, «Извините, но мы не можем ее отдать». «И мой народ никогда не позволит мне отказаться от храмовой горы», ответил Барак. Президент Клинтон внес предложение, «А вы возьмите и поделитесь. Места ведь всем хватит. Поклоняйтесь Богу вместе. Я уверен, что он будет этим только доволен». Клинтон глубоко ошибался, считая, что Бог будет доволен разделом горы. Я хорошо помню тот день, когда мне в руки попала газета с заголовком, «Клинтон предлагает раздел горы». Я с самого начала понял, что этот заголовок имеет пророческий характер, потому что Библия говорит о том, что после подписания окончательного мирного договора храмовая гора перейдет под международный контроль. В Откровении 11 Иоанну было сказано измерить храм, но не измерять внешний двор, который будет отдан язычникам. Там сказано, что язычники будут попирать святой город 42 месяца, пока не начнется Армагеддонское сражение. Предложение о передаче горы под международный контроль было выдвинуто во время уже упомянутого нами саммита в 2000 году. Как видите, библейские пророчества исполняются у нас прямо на глазах. Если мы этого не поймем, то пропустим самые интересные моменты того времени, в которое мы живем. Мы живем в поистине удивительное время. Находясь на саммите, Барак думал не только о судьбе Израиля, но и о своей собственной карьере. Он знал, что его народ устал от непрекращающихся конфликтов. Он подумал, что если взамен на землю им пообещают мир, то это повысит его рейтинг и поможет победить Ариэля Шарона на предстоящих выборах. По миру пронеслась весть, что Барак в конце концов капитулировал и сказал, забирайте Храмовую гору. Мы возвращаемся к границам 1967 года. После того, как эта весть дошла до Ариэля Шарона, он решил посетить Храмовую гору. Он заранее предупредил о своем намерении Ясера Арафата и Мусульманский совет, дав им простое объяснение. Я просто хочу совершить восхождение на Храмовую гору. Они ответили, хорошо, только не молись там и не делай никаких нелепых заявлений, которые могут вызвать беспорядки. 28 сентября Ариэль Шарон поднялся на гору и оттуда сделал следующее заявление. Храмовая гора никогда не будет отдана. Она навеки наша. Ясер Арафат знал о провале последних переговоров. Он решил, что размерные переговоры не помогли, значит, нужно переходить на конфронтацию. На следующий же день он отдал приказ «начинаем вторую интифаду». Слово «интифада» значит «восстание». Первая интифада происходила с 1987 по 1993 год. Эта интифада окончилась подписанием соглашения Восла, а в 2000 году началась вторая интифада. Во время второй интифады погибли около 1 тысячи израильтян и 5,5 тысяч палестинцев. В это время особенно свирепствовали террористы-смертники. Было подорвано много автобусов. Именно об этом предупреждал Бог, когда Он сказал, «Если вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут колючками для глаз ваших и иглами для боков ваших». Именно это мы наблюдаем сейчас. В 2002 году глава Госдепартамента США Колин Паул решил, что Израиль и Палестина сами никогда не смогут прийти к мирному соглашению. Поэтому он создал новый альянс под названием Ближневосточный Квартет. В это объединение он пригласил Россию, Евросоюз, США и ООН, чтобы они консолидировали усилия по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта. По его словам, Квартет это единственная дорога к миру. В декабре 2002 эта четверка разработала так называемый план-дорожная карта. А в апреле 2003 года этот план был представлен Палестине и Израилю. И Израиль и Палестина чувствовали на себе большое давление со стороны мирового сообщества. Представьте, весь мир смотрит вам в глаза и заявляет, вот что вы должны сделать. Видите ли, в лице России, Евросоюза, США и ООН были представлены все страны мира. План Дорожная карта был разработан общими усилиями. Израиль ознакомился с ним и сказал, мы согласны. Палестинцы сказали, мы тоже согласны. Обе стороны выразили свое согласие, но толку от этого было мало. Когда к власти пришел Джордж Буш младший, он тоже попытался внести свою лепту в урегулировании конфликта. Он стал первым президентом, который поддержал идею создания палестинского государства. Вы понимаете, что все это значит? Президент Соединенных Штатов Америки как бы заявил Израилю, отдайте Палестине кусок земли, которая изначально была дана вам всемогущим Богом. Буш младший был первым, кто осмелился на такое. Даже Билл Клинтон не выступал за создание палестинского государства, потому что он боялся, что это не найдет поддержки у американского народа. А Джордж Буш взял и выступил. В последние два года своего президентства он предпринял очередную попытку принести мир в Израиль. В 2007 году он организовал мирные переговоры в Анаполисе, однако они не принесли никакого плода. Он потерпел неудачу. Во время своей предвыборной кампании президент Обама сказал, я не буду как Джордж Буш или Билл Клинтон дожидаться конца моего президентского срока, чтобы потом заниматься вопросами Ближнего Востока. Этот вопрос чрезвычайно важный, поэтому я займусь его решением уже в первый год своего президентства. Интересно, сдержал ли президент Обама свое слово? Сразу после своего избрания он назначил бывшего сенатора Джорджа Митчелла специальным представителем США на Ближнем Востоке. В прошлом Джордж Митчелл добился разрешения одного из самых сложных конфликтов в мире, конфликтов Северной Ирландии. Джордж Митчелл встретился с враждующими сторонами, они подписали соглашение и с тех пор живут в мире. Президент Обама сказал, если Джордж Митчелл смог сделать это там, то возможно он добьется блестящих результатов и на Ближнем Востоке. Однако на Ближнем Востоке по сей день не произошло никаких сдвигов. Следующий вопрос напрашивается сам собой. Будет ли там когда-нибудь мир? Да, там будет временный мир. Об этом предсказано в Библии. Храмовая гора попадет под общее управление евреев и мусульман и под международный контроль, который скорее всего будет осуществляться представителями ООН. Это позволит Израилю построить свой третий храм. Строительство будет молниеносным. И с него начнутся заключительные семь лет, которые окончатся Армагеддонской битвой. Давайте сейчас проследим, что произошло с каждым израильским лидером, который не послушался Бога и согласился отдать часть земле обетованной. Ицхак Рабин подписал мирное соглашение в 1993 году, а в ноябре 1995-го он был убит. На несколько месяцев исполняющим обязанности главы правительства стал Шимон Перес. Казалось, что впоследствии он будет избран премьер-министром, однако в самый последний момент он потерпел неудачу. Все знали, что он придерживался политики компромиссов и был автором политики «Мир в обмен на территории». Неудивительно, что он проиграл на выборах. Бениамин Нетниаху обещал бороться за целостность земли Израиля, но когда он стал премьер-министром под натиском Америки, он согласился отдать палестинцам 22% западного берега реки Иордан. Он подал в отставку, а на его место пришел Эхуд Барак. Барак хотел вернуться к границам 1967-го года и даже согласился отдать храмовую гору. Через короткое время он вынужден был уйти в отставку, а его должность занял Ариэль Шарон. Все считали, что Шарон не уступит ни сантиметра. Однако уже в 2005-м году он вывел войска из сектора Газа и приказал 9000 евреев покинуть их дома. В том же году у него случился микроинсульт, а чуть позже обширный инсульт. Его преемник Эхуд Ольмерт старался добиться мира. Не успел он сказать «У меня почти получилось», как его обвинили в коррупции. Вероятнее всего, он не избежит тюремного срока. Как видите, каждого израильского лидера, который посягнул на землю обетованную, постигло какое-то несчастье. На следующем занятии мы изучим само пророчество, которое указывает на Божьи часы и на события, с которого начнется отсчет последних семи лет, которые будут предшествовать Армагеддонской битве. Надеюсь, что вы не пропустите это занятие. Это занятие. Видите время Бога чтобы смотреть все и снова чтобы вы это share с вашими друзьями и с вашей семьей. Вы можете это по колонисту сейчас в 1800 или в endtime.com Немного DVD это «Израиль – Божьи пророческие часы» Сегодня у нас будет поистине захватывающий урок «Израиль – Божьи пророческие часы». На этом занятии мы рассмотрим библейское пророчество, которое прикреплено к конкретной дате. После исполнения именно этого пророчества начнутся последние семь лет, ведущие к Армагеддону. По-моему, пророчество, которое мы будем рассматривать, является одним из величайших и богатейших пророчеств всех времен. Это пророчество связано с первым приходом Мессии на Землю и доказывает его личность. Это пророчество говорит о распятии Христа и разрушении Иерусалима и храма. Также оно указывает на события, с которого можно будет начинать от счет финальных семи лет, ведущих к Армагеддону. Но это не все. В нем указаны характерные черты Антихриста, и оно описывает события, которые будут предшествовать к концу века. Как мы уже увидели, мировая сцена приготовлена для последних семи лет, которая окончится Армагеддонским сражением. Нам осталось ответить только на один вопрос. Как скоро начнутся последние семь лет? На основании Библии, мировое сообщество и Антихрист заключат мир с Израилем. Благодаря этому мирному договору, храмовая гора станет общим достоянием, что позволит евреям построить их третий храм. В прошлом у евреев было два храма. Подписание мирного договора в очень скором времени позволит им соорудить на храмовой горе свой третий храм. Именно с подписания мирного соглашения начнутся последние семь лет, которые завершатся Армагеддонским сражением. Если будет подписано какое-то мирное соглашение, в результате которого евреям не будет позволено построить их храм, значит, это не то соглашение, которое служит точкой отсчета. Вероятнее всего, в подписании этого очень важного соглашения между Израилем и Палестиной будет участвовать Антихрист, хотя на тот момент мы не сможем с уверенностью определить, что это Он. Давайте сейчас рассмотрим само пророчество. Пророчество о 77-минах, записанное в Даниила, глава 9, стихи с 24 по 27. Давайте рассмотрим 24-й стих. 77-мин определены для народа Твоего и святого города Твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазано было святое святых. Обратите внимание на все составные. Покрыть преступления, запечатать грехи и беззакония, привести вечную праведность, запечатать видения и пророчества. Итак, это пророчество о 77-минах. 77-мин — это указание на 77-летних отрезков времени. Речь идет о 77-летних отрезках, которые в общей сложности составляют 490 лет. То есть, исполнение этого пророчества описывает критические 490 лет, которые начнутся с повеления восстановить Иерусалим. Нам известно, что Иерусалим был разрушен в 586-м году до Рождества Христова. Это пророчество было дано в то время, когда Данил находился в Вавилонском плену. На то время Иерусалим был разрушен. Пророчество начинается с повеления восстановить Иерусалим. Об этом мы узнаем из стиха 25. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Как видите, это пророчество разделено на три части. Семь седмин или сорок девять лет, и шестьдесят две седмины или четыреста тридцать четыре года. После этого что-то произойдет. Итак, в этом пророчестве три этапа. Сорок девять лет, четыреста тридцать четыре года и семь лет. В общей сложности четыреста девяносто лет. Пророчество начинается с повеления восстановить Иерусалим. Скорее всего, речь идет о приказе персидского царя Кира, который был издан приблизительно в 538 году до Рождества Христова. История и календари тех времен весьма ненадежны. Однако важно не то, когда этот четыреста девяносто летний период начнется, а когда он окончится. Потому что именно в конце произойдут некоторые крайне важные события, о которых всем нам нужно знать. Семьдесят седмин — это указание на семьдесят семилетних отрезков времени. Я сейчас не буду подробно это объяснять, но это можно доказать с полной точностью. Первый отрезок — сорок девять лет, и второй отрезок — четыреста тридцать четыре года, оканчиваются смертью Христа, потому что об этом сказано в стихе 26. И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет. «Это пророчество говорит о распятии Христа и разрушении Иерусалима и храма. А город и святилища разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». Здесь говорится о том, что народ вождя придет и разрушит и город, и святилище. «Это пророчество говорит о распятии Христа и разрушении Иерусалима и храма». Исполнилось ли это? Конечно. В 70-м году нашей эры римляне разрушили Иерусалим и до основания сожгли храм. «Это пророчество говорит о том, что Мессия придет и его убьют, после чего Иерусалим будет разрушен». На что это нам указывает? Это дает нам прочную зацепку. Так как нам известно, что Иерусалим был разрушен в 70-м году нашей эры, у нас появляется конкретная дата. Мы знаем, что Мессия должен был прийти и умереть до 70-го года нашей эры. Здесь мы имеем конкретное указание на то, что Мессия должен был прийти до разрушения Иерусалима. Приходил ли Он? Да. Иисус Мессия пришел. Как Писание и предсказывало, Его убили. А позже Иерусалим был разрушен римлянами. Когда Антихрист придет, Он возглавит возрожденную Священную Римскую империю. И теперь мы должны понять одну важную вещь. Мы должны понять разрыв. По прошествии 483 лет должно было произойти два события. Смерть Мессии и разрушение Иерусалима и храма. Нам известно, что Иерусалим и храм были уничтожены в 70-м году нашей эры, а Иисус был распят в промежутке между 26-м и 38-м годом нашей эры. Точная дата нам неизвестна. Итак, между этими двумя событиями был разрыв в 30 или 40 лет. И они произошли между первыми 69-ю седминами и завершающими 7-я годами. Как вы видите, между седминами есть разрывы, в которые происходят важные события. Именно поэтому пророчество разделено на отдельные части. Мы не знаем, как долго будет длиться последний разрыв, предшествующий наступлению завершающей седмины. Однако сегодня нам известно, что этот разрыв составляет приблизительно 2000 лет. Чуть позже это станет более ясно. Давайте теперь перескочим этот разрыв и рассмотрим 7 завершающих лет. Стих 27. «И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Что это все значит? Давайте покопаемся в стихе 27. Во-первых, кто утвердит завет? Во-вторых, что это за завет? В-третьих, что это значит утвердить завет? В-четвертых, каким жертвоприношением будет положен конец? И последнее, какое событие будет названо мерзостью запустения? Как видите, всего лишь один этот стих является богатым кладезем информации. В нем говорится о том, чего ожидать в завершающие 7 лет. Давайте сейчас отыщем ответы на все наши вопросы. Во-первых, кто именно утвердит завет? Это легкий вопрос, потому что тот же, кто утвердит завет, также отменит жертвоприношение и устроит мерзость запустения. В Даниила 11, 21-22 мы находим, что Антихрист назван вождем завета. Итак, завет будет утвержден Антихристом. В стихе 31 сказано, что Антихрист и его соратники осквернят святилище и прекратят ежедневную жертву, после чего он поставит мерзость запустения. Итак, Антихрист утверждает завет, Антихрист прекращает жертвоприношение, и Антихрист ставит мерзость запустения. С этим разобрались. В изучаемом нами отрывке говорится об Антихристе. Второй вопрос. Что это за завет? В первой книге Библии в Бытие 15-18 дается объяснение. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству Твоему даю я землю сию, от реки Египетской до Великой реки, реки Ефрата». Бог сказал Аврааму, «Я заключаю с Тобой завет, Твои потомки будут обладать этой землей». И дальше он обозначил пределы земли обетованной. Суть Божьего завета с Авраамом в следующем. Израильская земля является отечеством израильской нации. Раз это завет, тогда что собой будет представлять утверждение завета, с которого начнется последняя седмина? Библия утверждает, что это будет подписание мирного договора, которым Антихрист и весь мир утвердят право Израиля на существование в Святой земле. Это будет подтверждение того, что Израиль законно находится на своей родине. В настоящее время враги Израиля утверждают, что он не имеет права находиться на Святой земле. С того момента, как будет утвержден завет, начнутся завершающие семь лет, ведущие к Армагеддону и Второму пришествию Христа. Вот почему я сказал, что это пророчество привязано к конкретной дате. А о каких жертвоприношениях там говорится? Согласно Ближневосточному мирному соглашению, евреи и мусульмане будут иметь одинаковые права на храмовую гору. Об этом сказано в Откровении, глава 11, стихи 1 и 2. Иоанну было поручено измерить весь храм, за исключением внешнего двора, который будет отдан язычникам. Это описание поделенной храмовой горы. Израиль получит разрешение построить свой храм. Раз Иоанну было сказано измерить храм, значит, храм непременно будет. Позже говорится о том, что Антихрист станет посреди храма. Это очередное указание на то, что храм будет. Когда строительство храма окончится, тогда евреи возобновят ветхозаветный ритуал жертвоприношения. В последствии, скорее всего, под нажимом организации по защите прав животных, Антихрист запретит жертвоприношения. Ежедневные жертвоприношения прекратятся, после чего Антихрист поставит мерзость, от которой произойдет опустение. Писание неоднократно говорит о мерзости запустения. Вот что сказал на эту тему сам Иисус. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий «Да, разумеет!» Здесь мы находим одну очень важную деталь. Мерзость запустения окажется в святом месте. Святое место обозначает храм или храмовую гору. Мерзость запустения произойдет тогда, когда Антихрист зайдет в храм и объявит себя Богом. Апостол Павел подробно написал об этом во 2-м послании к Фессалоникейцам. «Да не оболестит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. День этот не придет до тех пор, пока не откроется человек беззакония, осужденный на погибель. Он займет место в Божьем храме и будет выдавать себя за Бога». Где случится мерзость запустения? В храме. Об этом сказал сам Иисус. Это конкретное событие, которое произойдет за 3,5 года до Армагеддонской битвы. Антихрист взойдет на храмовую гору и объявит себя Богом. Как именно он это сделает, я не знаю. Что именно он скажет и в какой форме он все это преподнесет, я не могу вам сказать. Но когда это случится, мы его узнаем. Почему это событие называется мерзость запустения? Потому что всемогущий Бог 37 раз в Ветхом Завете сказал, «На этой горе будет пребывать мое имя». Вот почему Антихристу, который, вероятнее всего, к тому времени будет одержим дьяволом, необходимо будет стать именно там и заявить, «Я здесь самый главный». Его поступок назван в Библии мерзостью запустения. Прочитаем Даниила 9,27. «И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение. Антихрист поставит мерзость запустения. На 7 лет он закрепит за Израилем право на существование в Святой Земле. Посредине 7-летнего периода Антихрист запретит жертвоприношение и каким-то образом заявит, что он — Бог». Это был маленький обзор. А теперь сосредоточим наше внимание на двух конкретных событиях, которые произойдут в последние 7 лет. Мы специально отобразили это на диаграмме, чтобы вам было легче понять. Помните, что эти события не за горами. Это произойдет в ближайшем будущем, прямо у нас на глазах, и об этом будет сообщаться в новостях. Итак, последние 7 лет начнутся с утверждения Завета. Еще раз напомним себе, что это значит. Международное сообщество Израиль-Палестина согласятся, что Израиль имеет право на родину. Это соглашение лишь подтвердит первоначальный завет Бога с Авраамом, который записан в Бытие 15.18. Таким образом, утверждение Завета — это пророчество, привязанное к конкретной дате. Как только будет подписано такое соглашение, с полной уверенностью можно будет знать, что до Армагеддона и Второго Прихода Христа будет 7 лет. После подписания этого договора, мировое правительство начнет быстро увеличивать сферу своего влияния. На момент подписания оно не будет обладать полным контролем. В настоящее время мы наблюдаем процесс глобализации и то, как мировое правительство приобретает все больше и больше власти. На сегодняшний день уже есть и Международный суд, и Всемирный банк, и Всемирная организация здравоохранения, и Всемирная торговая организация. Как мы видим, всемирная интеграция идет полным ходом, а после утверждения Завета в последние 7 лет она достигнет своего пика. Как уже было сказано, храмовая гора будет честно распределена, и евреи построят свой храм. Строительство храма должно быть завершено до наступления второй половины последней седмины. Библия ясно говорит, что посередине 7-летнего отрезка Антихрист воссядет в храме. Это указывает на то, что храм будет построен в первую половину последней седмины. Как только будет завершена постройка храма, евреи возобновят утреннее и вечернее жертвоприношение, что вызовет у мировой общественности бурную реакцию. Громче всех будут кричать защитники прав животных. В конце концов, Антихрист запретит жертвоприношение. Мало того, что он отменит жертвоприношение, так он еще осквернит святое место. Он принесет в храм мерзость запустения. Я представляю, что это будет выглядеть приблизительно так. Антихрист скажет, «Ходят слухи, что я Мессия». Подумайте сами. Я подарил Израилю мир и безопасность. Я дал вам возможность построить храм. Чем же я не Мессия? До этого я не спешил признаваться в том, кто я. Но так как я отменил жертвоприношение, я должен объяснить. Жертвы больше не нужны, потому что ваша Мессия здесь. Это я. Он будет стоять на храмовой горе и провозглашать, что он долгожданный Мессия для евреев, вернувшийся Христос для христиан, двенадцатый имам для мусульман, пятый Будда для буддистов. Одним словом, он будет всяким спасителем или великим учителем, которого только ожидают люди. Вот тогда нам и откроется подлинное лицо Антихриста. В это же время его религиозный партнер, лжепророк, будет низводить на глазах у людей огонь с неба на землю. Посредством великих чудес и огня с небес он будет внушать миру, следовать за Антихристом. Как мы уже говорили, союз Антихриста и лжепророка будет союзом мирового политического лидера и мирового духовного лидера. Этот союз будет установлен в первой половине Седмины, а ровно посередине Антихрист заявит, что он Бог. Это то, что называется мерзость запустения. Когда случится мерзость запустения, евреи, живущие в Иудее, должны будут спасать свои жизни бегством. Именно об этом предупреждал Христос. Когда вы увидите мерзость запустения, тогда тем, кто находится в Иудее, следует бежать в горы, потому что таких бед, как в то время, не было от начала мира до ныне и никогда больше не будет. Это будет время жестокого преследования всех тех, кто отказался преклонить колени перед Антихристом, присоединиться к его новому мировому порядку и исповедать его новую религию. В то время, как Антихрист и Лжепророк будут утверждать свою власть, Бог пошлет двух своих свидетелей. Они будут говорить от имени Бога. Антихрист и Лжепророк будут проповедовать дьявольскую религию, а эти два свидетеля — Божью истину. С их проповеди в Израиле, особенно в еврейской среде, начнется пробуждение. На основании Захарии 12.7 это пробуждение начнется с шатров Иуды. На диаграмме показано, что во вторую половину Седмины будет введено клеймо зверя, что еще сильнее ужесточит контроль Антихриста в завершающие три с половиной года. Антихрист захочет контролировать каждого человека на Земле. Для того, чтобы получить клеймо зверя и тем самым право на участие в экономике, от нас потребуется немыслимое — поклониться Антихристу и поклясться в верности его мировому правительству. Библия говорит, что всякий, кто примет клеймо зверя, будет навеки осужден. Мы, конечно же, на такое не пойдем. Однако без этого клейма невозможно будет участвовать в экономике. Вот почему этот период назван великой скорбью. Однако по истечении этих трех с половиной лет последняя седмина подойдет к концу. В конце семилетнего периода мировое сообщество, скорее всего, в лице миротворческих сил ООН, под каким-то предлогом объявит войну Израилю. Мы не знаем, что именно станет поводом для войны. Им, например, может быть отказ Израиля сдать свое ядерное вооружение. Как бы там ни было, войска Антихриста вторгнутся в Израиль, как об этом написано в Захарии 14.2. «И соберу все народы на войну против Иерусалима». Эта война послужит толчком к Армагеддонской битве и второму приходу Христа. После того, как Христос придет, Он уничтожит Антихриста и лжепророка. На этом эпоха человеческого правительства окончится. Тогда же Иисус Христос будет коронован как Царь царей и Господь господствующих. Теперь осталось только спросить, как близко мы к этим событиям. Множество признаков указывает на то, что последняя седмина начнется очень скоро. Нам известно, что подписание Ближневосточного мирного договора достигнет нескольких ключевых целей. Границы Израиля будут окончательно утверждены, а храмовая гора перейдет под международное управление, что позволит Израилю построить свой третий храм. Все человечество с нетерпением ожидает мира на Ближнем Востоке. Во время недавних переговоров выяснилось, что в вопросе установления границ вполне реально достичь обоюдного согласия. А вот храмовая гора по-прежнему остается яблоком раздора. И президент Клинтон и Обама соглашаются в том, что гору нужно поровну поделить. Библия говорит, что именно это и произойдет. На сегодняшний день Израиль готов к строительству храма. Вся храмовая мебель уже готова. Лично я представляю следующий сценарий. Отгремела Третья мировая война. Скорее всего, она произойдет накануне последней седмины и унесет жизни одной трети человечества. Ужасающие последствия войны вселят в людей доселе невиданное стремление к миру. Мир любой ценой. Более двух миллиардов погибших в результате войны заставят мировое сообщество Израиль и Палестину подписать предсказанное мирное соглашение. В послевоенном религиозном рвении мир скажет, пусть Израиль построит свой храм. Может быть, тогда Бог смилуется над нами. Давайте еще раз повторим ключевые события будущего, которые показаны нам в изучаемом пророчестве. Мировое сообщество и Антихрист подпишут с Израилем мирный договор. Работа над составлением этого договора ведется прямо сейчас. В результате этого договора храмовая гора перейдет в общее пользование. Это предложение уже неоднократно выдвигалось. Этот договор даст Израилю право на сооружение на храмовой горе собственного храма. Когда я недавно был в Израиле, я видел масштабную модель третьего храма. Я видел все детали. И жертвенник, и умывальник, и светильник. Все уже готово. Впереди нас ожидает последняя седмина. Я надеюсь, что все вы будете готовы к потрясающим событиям недалекого будущего. Субтитры создавал DimaTorzok